Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе книги пророка Михея. Здесь во второй главе в сущности продолжается та проповедь, которая была начата в первой, хотя есть некоторые отличия в композиции и в логике, потому что в первой главе в основном инвектива пророка была обращена против языческих культов, которые учредили и восприняли и распространили цари Израиля и Иудеи. Здесь же основная мысль немножко другая. Другая. Смотрите, во второй главе Господь говорит через пророка Михея вот что. Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись. Итак, Бог сам говорит о дне посещения и говорит, «В этот день я наведу на вас такое бедствие, что вы уже не подниметесь, вы уже не подниметесь». Почему? Почему? И вот первые два стиха второй главы как раз и объясняют причину, что же вызвало гнев Божий, что же стало причиной того, что Бог наведет на этот народ такое бедствие, от которого уже не поднимешься, не свергнешь с шеи. Смотрите, горе замышляющим беззакония и на ложах своих придумающих злодеяния, потому что в руке их сила, пожелают полей, берут их силой, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Причиной гнева Божьего становится далекой не только языческий культ, сам по себе отвратительный, но и тот факт, что люди в народе Божьем в это время обратились к самым бесчестным и подлым способам обогащения, пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их, применяют насилие для того, чтобы ограбить, отнять имущество и возможность пропитания у людей бедных, у людей слабых, у людей беззащитных. Вот таким образом получается, что несправедливость, подлая, злая, кровожадная несправедливость в этом народе становится причиной, собственно, того бедствия, от которого уже не разогнешься. Обратите внимание, что в любой социальной ситуации, социально-экономической, социально-политической, в любом народе вот эта публика, замышляющая беззаконие, которая отнимает чужое имущество, грабит под благовидными предлогами, отнимает поля и дома и лишает людей возможности жизни и пропитания, это всегда не очень многочисленная толпа. Это верхний слой социальный, который вот в данном народе, в данное время, вот он такой, состоит из людей кровожадных и бесчеловечных. И так бывает, наверное, в той или иной степени в любом обществе. Но, кроме того, еще раз повторю, это не очень много народу. Тем не менее, пророк говорит о том, что гибель, бедствие, от которое вы не свергнете с шеи вашей, оно постигнет весь народ, а не только эту верхушку общества, богатеев и вооруженных грабителей. Не только все общество, вся Самария будет разрушена, весь Иерусалим. И нередко у читателя возникает вопрос, справедливо ли это, правильно ли, должно ли так быть. Знаете, еще ведь в Моисеевом предании, которое вошло потом в книгу «Бытия», есть рассказ об Аврааме, который спрашивает Бога, неужели ты погубишь праведного с нечистивым, судья всей земли, поступит ли неправедно? Ну вот, для Михея ответ на этот вопрос скорее утвердительный. Он говорит, что да, общество, в котором вообще это возможно, общество, в котором не подвергаются астротизму, не изгоняются вот те самые насильники, начальники, богатеи и люди, командующие вооруженными какими-то формированиями, как теперь говорят, там, где они не подвергаются астротизму, такое общество, рассматривающее это в порядке вещей, в конце концов погибнет само, целиком, целиком. Это не такая простая для восприятия мысль. И, по-видимому, не так уж она и справедлива. И, в конце концов, в некоторых случаях мы увидим, скажем, у пророка Иезекииля более предметное обсуждение справедливости этого феномена с Богом, потому что Иезекииль очень трепетно к таким вещам относится. Тем не менее, вот здесь логика такая. Верхушка народа поступают несправедливо, лживо, обманывают, отнимают добро, жизнь, землю, с которой можно было бы прокормиться. И поэтому на всех, на весь народ наводится бедствие, которого не свергнет с шеи вашей. И никого уже не будет. В тот день будут плакать горьким плачем, говорить, мы совершенно разорены. Не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения, то есть того, кто мог бы заново перераспределить те или иные награбленные блага, награбленное добро. И еще раз повторю, нравится нам это или нет, но вот здесь логика прослеживается довольно четко. Во второй половине главы пророк Михей также обращается к такому феномену, как пророки. Царские и храмовые пророки, говорящие от имени Бога. Ну, в общем, судя по тому, что мы читали с вами у пророка Амоса, и потому что здесь мы можем прочитать, они делают вид, думают, что они говорят от имени Бога. На самом деле, говорят, в лучшем случае от себя. Не пророчествуйте пророки, говорит Господь, чтобы не постигло вас бесчестие. Через Михея Бог призывает всех тех, кто все-таки является его пророком, кто его слушает, перестать, говорит, замолчать, умолкнуть, потому что подлинные пророки возможны там, где есть подлинные отношения народа с Богом. А здесь как раз этих отношений-то и нету. И Бог говорит, разве слова мои неблаготворны для того, кто поступает справедливо? Да, конечно. Конечно, Слово Божие благотворно для человека, который живет по правде. Но Господь говорит, теперь народ, который когда-то был моим, восстал как враг. Восстал как враг Бога. В чем выражается эта враждебность Богу? Вот смотрите, вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мимо. Жен народа моего вы изгоняете. И снова речь идет о насилии, о несправедливости. Что же с этим делать? Пророк Михей ничего не говорит о том, насколько правильно, насколько хорошо или вообще как это может быть, что судья всей земли погубит праведливость нечестивым. Нет. Бог через него обращается к, собственно, тем верным, которые в этой стране способны и готовы услышать. Он говорит, встаньте и уходите. Встаньте и уходите, потому что страна сия не есть место покоя. Выйдите из этой страны. То есть он призывает прямо вот открытым текстом всех порядочных людей, всех тех, кто не может жить в этой обстановке грабежа и насилия и не хочет разделять ответственность за это. Он призывает уйти, уйти из этой страны. Ну, сами понимаете, до какой степени непатриотично звучит это высказывание, особенно в культуре, в которой сила главным образом определяется не военными технологиями, а количеством солдат. Это же не 21 век, правда? И тем не менее пророк говорит, вот вы видите, что бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, постигает этот народ, потому что они стали как враг мне, потому что они грабят, отнимают и совершают несправедливое по отношению к людям. Если вы не хотите в этом участвовать, встаньте и уходите отсюда. Встаньте и уходите. Трудно сказать, много ли людей последовали этому призыву. И много ли людей имели возможность последовать этому призыву. Сам же пророк Михей говорит здесь вот что. Он говорит о том, что из этих ушедших, из тех, кто не повинен в насилии и грабеже, из тех, кто не хочет разделить эту участь и быть солидарными с этой лживой и кровожадной верхушкой, из них Бог соберет остатки Израиля. Здесь появляется вот этот чрезвычайно важный термин, важное понятие – остаток Израиля. Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля, как овец в Ассоре, как стадо в овечьем законе. И Бог говорит через пророка, что вот это собранное вместе стадо овец божьих, оно действительно будет силой наделено, силой правды божьей. Соединю остатки Израиля, и они сокрушат преграды, войдут сквозь врата и выйдут ими. И, наконец, заканчивается эта глава несколько неожиданными словами, потому что, говоря об остатке Израиля, который будет собран как овцы в загоне и выйдет, сокрушая все преграды, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Ну, допустим, выражение «во главе их Господь» может быть понято как некая аллюзия на все тот же столб огненный и облачный, в котором Бог шел во главе народа своего Израиля в Синайской пустыне, допустим. Но пророк говорит о царе, который пойдет перед ними, и при этом только что две предыдущие главы, всю вторую и всю первую, речь шла именно о этих самых царях, которые насаждают языческие культы самого отвратительного свойства и грабят своих подданных, заставляя их вопить от несправедливости. То есть явно совершенно те цари, о которых речь шла до того, они являются причиной того, что на народ наводится такое бедствие, которое вы не свергнете с шеи вашей. Что же это тогда за царь, который пойдет впереди остатка? Собственно, в самой по себе второй главе книги пророка Михея ответа на этот вопрос, конечно, нету. Но он будет появляться в книге пророка, как бы постепенно, частично проявляться, так, чтобы мы поняли, кто же все-таки действительно пойдет как царь перед ними, а во главе их Господь. Ну и я думаю, что вы поняли, конечно, что для христианских читателей, толкователей сама по себе вот эта фраза «И царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь» является одним из несколько, может быть, не явных, не очевидных, но все-таки мессианских пророчеств, пророчеств о Христе Царе. Ну потому что для поэзии того времени вот эти параллельные фразы, сказанные одна за другой, царь пойдет перед ними, во главе, Господь пойдет во главе их, это по принципам, поэтическим, способы несколько по-разному сказать об одном и том же. Насколько преднамеренно пользуется этим приемом пророк Михей, здесь, в общем, конечно, невозможно оценить. Тем не менее, вот такая вот удивительная и важная фраза заканчивает вторую главу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...